Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. 21 марта 1972 года в 12.00 на центральный пульт милиции города Новороссийска поступило сообщение о том, что неподалеку от обочины дороги, ведущей к Черкесскому ущелью, найдено тело девушки. Труп случайно обнаружила влюбленная парочка, которая собиралась провести время на природе. Поэтому факт возбудили уголовное дело, которое потом еще долго будут называть фантастическим. Ведь для его раскрытия понадобилась не только смекалка и наблюдательность, но еще нужно было внимательно прочесть фантастическую повесть. Расследовать дело поручили следователю прокуратуры Анастасии Чернышовой. Она приехала на место преступления, когда оперативники уже провели первичный опрос свидетелей. Здравия желаю, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Мы вас заждались. В общем, убита девушка. Обнаружили ее. Молодая пара. Вот протоколы показаний. Как вы заметили, убили не здесь, ее сюда уже перетащили. Не ясно. Опиши след и занеси, пожалуйста, в протокол. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Здравия желаю. Здравствуйте. Что расскажешь, Яков Юрьевич? Многочисленные ссадины, гематомы, кровоподтеки. Скорее всего, ее сбила машина. Кожа счесана, вероятно, об асфальт. Одежда разорвана. Вот похоже, что вращением колеса. Там имеются следы волочения. Как думаешь, почему на дороге не бросил? Ну, скорее всего, чтобы как можно позже нашли тело. Вот сумочка. На ней обнаружены следы талька и на одежде. Убийца работал в медицинских перчатках. Ну, что-то искал. Медицинские перчатки. Подготовился, значит, не хотел оставлять следов. Похоже на то. Наезд не случайный. Вот там на асфальте обнаружены следы от колес. Убийца несколько раз пытался сбить жертву. И в месте столкновения вот обнаружены осколки от фары. И фрагменты белой краски. Идентичные фрагменты были обнаружены на одежде потерпевшей. Все же. Приметные родинки, да? Три точки на одинаковом расстоянии. Отличительная черта. И слома ноготь на безымянном пальце. Ну что ж. Пока не густо. Время смерти установить можем? Обижайте, Анастасия Сергеевна. 12-14 часов сразу же после первого удара. Если постараемся, к вечеру будет известна марка машины. Ну, вы уж постарайтесь. С самого начала в деле убитой девушки почти не было зацепок. Ее личность установить не удалось. Правда, по краске быстро определили марку машины. ВАЗ-2101. Заводская краска «Жигулей», производство которых началось недавно, разительно отличалась от краски других автомобилей. Экспертиза установила, что характер и расположение внешних и внутренних повреждений жертвы соответствуют высоте капота и крепежным элементам бампера. Это значило, что на капоте машины, скорее всего, остались вмятины. Марка машины была первой значительной зацепкой в этом деле. Но следователь Чернышева понимала, необычное расположение родинок может помочь в опознании жертвы. Чтобы понять, кто и зачем убил девушку, требовалось быстрее узнать, кем она была. Пока оперативники отрабатывали владельцев «Жигулей» в соседних городах, а также гаражах, где частники рихтовали и ремонтировали машины, Чернышева устанавливала личность убитой. Рассылала запросы, просматривала сводки о пропавших. Но ни в сводках, ни в милицейской базе девушка не значилась. Да, войдите. Анастасия Сергеевна, к вам пришли. Я пришла в милицию писать заявление, а меня направили к вам. Посетительницу звали Наталья Викторовна Познякова. Ее 25-летняя дочь Марина пропала три дня назад. Ушла из дома и не вернулась. Прошу вас, не волнуйтесь. Спасибо. Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, у вас есть с собой фотография вашей дочери? Конечно. Я же пришла написать заявление. Вот, это Марина. Вот еще. Ее надо искать. Скажите, пожалуйста, а у вашей дочери есть какие-то особые приметы? Шрамы, родимые пятна? Шрамов нет, а родинки есть. На запястье вот так три к ряду, как под линеечку. Помогите. Да, да, это Мариночкины. И плащик вроде ее. Что с ней? Что с моей девочкой? Наталья Викторовна, ваша дочь мертва. Нет! Нет! О, Марина! У матери погибшей следователь выяснила, что свою дочь Марину Познякову та видела последний раз за час до смерти. В тот вечер Наталья Викторовна поздно возвращалась домой. Засиделась в гостях у подруги. У дома женщина заметила, как ее дочь садилась в белые жигули. Вы номер машины не запомнили? Нет, да не смотрела я на номер. А водителя? Вы водителя видели? Нет. Мать Марины корила себя, что не успела подойти к машине. Дура, я же тогда думала, что у нее всю жизнь не налаживается, что у нее хоть кто-то появился. Мать рассказала, что Марина Познякова была девушкой тихой и застенчивой. Дружбу особо ни с кем не водила. Работала няня в детском саду, коллеги отзывались о Марине хорошо. Аккуратная, трудолюбивая, любила детей, но не общительная. Девушка замкнулась и отстранилась от подруг два года назад, после смерти старшего брата Дмитрия. Парень учился на общетехническом факультете Краснодарского политеха. Писал диплом. Но внезапно заболел менингитом, и спасти его не удалось. Марина так и не смогла оправиться после смерти своего брата. По словам матери, брат и сестра с самого детства были очень близки. Следователь попросила разрешения у матери осмотреть комнату Марины. Та не возражала. Чернышева надеялась, что личные вещи девушки как-то помогут в расследовании. Марина увлекалась фантастикой? Это журналы Димы, моего сына, старшего брата Мариночки. В 60-е годы фантастика становится излюбленным жанром отечественного читателя. Книги Ивана Ефремова, Александра Казанцева и братьев Стругацких читают все. От младших научных сотрудников до космонавтов. В каждом техническом вузе есть литературное объединение молодых фантастов, члены которого пробуют написать уникальный фантастический роман. А редакции литературных альманахов и журналов «Искатель», «Знание сила» не успевают читать присылаемые на рассмотрение рукописи. Именно в то время и появляется фраза «Фантастика не выдумка, не жанр, фантастика – это образ жизни». После смерти брата Марина увлеклась фантастикой. И даже как-то всю ночь простояла в очереди около книжного магазина. Все пыталась, книгу какую-то купить. А что за книга? «Созвездие» или «Пояс». «Пояс Ориона». Надо же, Мамаев. Я его тоже люблю. Говорят, он наш земляк. Да, Мариночка что-то говорила. Наверное, ей книга очень понравилась, потому что она все страницы исчеркала своими заметками. Сейчас я принесу. Любопытно. А можно я ее на время возьму с собой? Да, конечно. Скажите, а Марина что, совсем ни с кем не встречалась? Мужчины? Нет. Правда, был у Мариночки один очень назойливый поклонник. Кто их познакомил, когда, я не знаю. Но Марина говорила, что он буквально ей прохода не давал. И, если я правильно помню, его зовут Василий. А фамилию? Не помните? Фамилию. Там что-то птичье такое. Воробьев, щеглов. Нет, наверное, не вспомню. Воронов, соколов, птицы. Соколов. Василий Соколов, правильно? Василий Соколов. Да. Спасибо. Василий Соколов, имя и фамилия достаточно распространенные. В криминальных кругах и в милиции Новороссийска хорошо знали Ваську Сокола. Несмотря на молодой возраст, 27-летний мужчина был дважды судим. Вышел на свободу три года назад и, как поговаривали осведомители, сменил масть. Завязал с кражами и занялся спекуляцией. Откуда скромная тихая нянечка могла знать жулика? И был ли он тем самым Василием Соколовым, о котором упомянула мать девушки? На эти вопросы и предстояло ответить Чернышовой. Неожиданно оперативники вышли на след белых жигулей. Тимофей? Да. Следователь Чернышова Анастасия Сергеевна. Вы зря пришли. У меня все по закону. Сейчас проверим. Откройте гараж. Сторож одного из гаражных кооперативов Новороссийска сообщил, что видел, как местный умелец в одном из гаражей рихтовал капот белой копейки. Ваша машина? О чем, собственно, проблема? Отвечайте на вопрос. Это ваша машина? Не моя. Почему она у вас в гараже? Тимофеев, мы можем с вами пообщаться здесь. А можем сразу поехать ко мне в кабинет, в прокуратуру. Зачем же вы так сразу, товарищ следователь? Я деньги зарабатываю честно. В чужой карман не заглядываю. А вы сразу в прокуратуру. Может, я нарушил чего-то? Вы скажите. Тимофеев не сразу понял, что следователя интересует не его частный заработок, а человек, который сдал ему автомобиль в ремонт. Тимофеев, прекращайте юлить. Каким образом белые жигули оказались в вашем гараже? Да парень пару дней назад пригнал. Кто такой? Откуда? Я не знаю. Ты не заливай. Сторож видел, как вы обнимались с ним, как с родными. Тимофеев, эта машинка проходит в нас по делу об убийстве. Так что прекращайте играть в свои игры. Так какое убийство? Я машины рихтую, а про убийство я ничего не знаю. Я вас не спрашиваю ни о каком убийстве. Я спрашиваю про хозяина машины. Рассказывайте. Тимофеев признался. Машину ему в гараж пригнал Васька Сокол. Сказал, что жигуленок его. Просил капот поправить. Мастер, конечно, удивился, что машина без номеров, но Сокол сказал, что он ее новенькую стукнул, когда на оформление в ГАИ ехал. Тимофеев поверил. В его работе клиентам верят на слово. Я квитанции не выписываю и адрес домашний не знаю. Тимофеев, где Соколов? Да откуда я знаю, где ваш Соколов? Я ему нянька, что ли? На обочине Анапского шоссе обнаружено тело молодой девушки, которую сбил автомобиль. Через два дня удалось установить личность погибшей. 25-летнюю Марину Познякову опознала ее мать. Женщина рассказала, что последний раз видела дочь, когда та садилась в белой жигули. Поиски автомобиля дали результаты. В гараже, где занимались неофициальным ремонтом, нашли автомобиль с повреждениями. Мастер назвал имя человека, который пригнал машину в гараж. Насосея Сергеевна, я не знал, что это машинка, паленка. Тимофеев клялся, что ничего не знал про то, что машина совершила наезд на человека. Где Соколов, рихтовщик понятия не имел, но сообщил, что сегодня вечером они договорились встретиться. Василий должен был передать ему деньги на краску для машины. Василий Соколов появился в гаражном кооперативе в условленное время. Вечер добрый. Добрый вечер. Ну что, принесли? Да, все как договорились. Да, смотреть будете? Конечно. А уже готов? Ну, еще нет. Ну, в процессе. Вы чего? Вы чего? Да, еб... Тихо, 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 тихо. Ай! Все, с***. Сдал мусорам. Василий Соколов, вы задержаны по подозрению в убийстве Марины Позняковой. Сразу после задержания Василия Соколова следователю казалось, что дело о раскрытии убийства вышло на финишную прямую и скоро можно будет его передавать в суд. Вмятина на капоте и повреждения на бампере свидетельствовали о том, что наезд на Марину совершила именно эта машина. Похоже, что за рулем сидел Соколов. В салоне обнаружили его отпечатки пальцев. Были там и отпечатки погибшей Марины Позняковой, и обломанный ноготь. Вероятно, девушка находилась в салоне, а затем выскочила из машины. Но какой у Соколова был мотив убивать ее? После нескольких часов допроса Соколов так и не признался в преступлении. Несмотря на все улики, парень стоял на своем. Марину он не убивал. Зря стараетесь, товарищ следователь. Я Маринку и пальцем не тронул. Так что вы мне это не пришьете. Соколов, шьют в кружке кройки и шитья. И вообще, хорош Ваньку валять. Отпечатки пальцев в машине ваши. Машину в гараж к Тимофееву вы пригнали. И заметьте, на следующий день после убийства. Неужели вы это станете отрицать? Да говорю же я. Я нашел жигуль в Васильевке. В то утро Василий, как обычно, шел по дороге, как вдруг заметил на обочине жигули. Машина без номеров стояла открытой. В замке зажигания были ключи. Ну согласитесь, товарищ следователь. Ну грех было такую царцу не взять. Ну сама в руки шла. Да ну не убивал я Маринку. Ну если б я ее сбил, ну стал бы я своей шкурой рисковать и жигуль в город гнать. Ну я что идиот? Как вы познакомились с Мариной? Сеструха моя Клавка работает в том же детском саду, где и Маринка, только в столовой. Ну попросила девахе помочь какие-то там таблетки достать. Ну я и помог. Кроме того, выяснилось, что на время смерти девушки у Василия Соколова было алиби. Он заказал на главпочтамке междугородний разговор. Одна из работниц почты узнала Василия. Парень пытался в тот день пригласить ее на свидание. Было это именно в то время, когда мать Марины видела, как ее дочь садилась в белые жигули. Следователь решила побеседовать с сестрой Соколова Клавдией. Может быть она знала какие-то подробности из жизни Марины. Клавдия, минуточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Сергеевна Чернышева. И я расследую дело об убийстве Вашей коллеги Марины Позняковой. Да я толком ничего не знаю. Маринка дикая была, ни с кем не откровенничала. Но в день своей смерти она с кем-то говорила по телефону. И разговор был странный. Не нужны мне ваши деньги. Я хочу, чтобы все знали, что вы вор. Я хочу, чтобы все знали, что вы обограли моего брата. Что-то случилось? Ничего. По запросу АТС выяснилось, что девушка звонила на кафедру общетехнического факультета Краснодарского политехнического института. Факультет находился в Новороссийске. Именно здесь и учился ее брат. Но с кем могла разговаривать Марина? Из всех работников кафедры приятельские отношения у Дмитрия были только с научным руководителем его дипломной работы, доцентом Сергеем Палычем Якушевым. Но по телефону Марина могла говорить с любым другим работником кафедры. И главное, о чем? Какой справедливости решила добиваться Марина спустя два года после смерти брата? И что могли украсть у Димы? Об этом следователь решила спросить мать Марины. Я даже не знаю, что сказать, Анастасия Сергеевна. Ну, вы сами все видели. Добра мы не нажили. Ценностей никаких не было ни у Марины, ни у Димы. Знаете, у Димы была ручка такая из слоновей кости. Он очень ею дорожил. Но это скорее был талисман, нежели какая-то ценность. Ну, я не думаю, чтобы Марина из-за ручки какой-то... Женщина рассказала, что ручку из слоновой кости Дима получил как приз. Он выиграл городской конкурс сочинений в 10-м классе. Очень гордился этой победой. А где эта ручка сейчас? Не знаю. Мы не нашли ее после похорон. В 70-е годы в обиход вошли чернильные авторучки. Рабочие кабинеты начальников, бухгалтерии и школьные классы стали избавляться от чернильниц. Авторучка стала модным аксессуаром, показателем серьезности человека наравне с часами и вузовским поплавком на лацкане. Хорошая ручка стала эффектным подарком и предметом гордости хозяина. После беседы с матерью Марины следователь отправилась к Якушеву, научному руководителю покойного брата Марины. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь прокуратуры Чернышева Анастасия Сергеевна. Сергей Павлович, Якушев, чем обязан? Присаживайтесь. Чернышева сообщила Якушеву о трагической гибели сестры Дмитрия Познякова. Преподаватель уже знал о том, что произошло. Слухи по городу ползут быстро. Выказал искренние сожаления, такая трагедия для матери, похоронить двух своих детей. Когда услышал о том, что Марина звонила на кафедру, очень удивился. Если она с кем-то и говорила, то не с ним. Я не знаю. Я вообще Марину не знаю. Так слышал о ней, о Дмитрии. А какие у вас были отношения с Дмитрием? Хорошие. Жаль его. Толковой парень. Сергей Павлович, а кто имеет доступ к телефону в этом помещении? Сами видите, двери мы здесь не запираем. Ясно. Спасибо. Ух, какая интересная ручка. Это слоновая кость? Верно. У Димы была ручка такая из слоновей кости. Он очень ею дорожил. А вы не подскажете, где можно достать такую? Не знаю. Это подарок. От кого? Уже не помню. Студенты подарили. Жаль. Жаль, что не помните такая приметная вещь. Ну что ж, спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Якушевым не пролила свет на убийство Марины Позняковой. Чернышева решила изучить книгу, которую, по словам матери, девушка очень любила. Следователя еще тогда удивило количество пометок в повести. А вот это уже интересно. На одной из страниц следователь заметила надпись. Про меня. На странице описывался тайный знак на руке главной героини. Пояс Ориона на ее запястье светился, когда она приближалась к созвездию. Пояс Ориона. Пояс Ориона. Валера, это Чернышева. Свободен? Зайди ко мне на минуточку. Угу. Дан. Проходи. Ты же у нас астрономией увлекаешься? Здесь немного. А что такое пояс Ориона? Это три звезды в созвездии Ориона. И они расположены на одной линии. Я лучше нарисую. Угу. Вот, 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 вот. Вот. А вот пояс Ориона. А что ты об этом думаешь? Точь в точках созвездий. Надо же. Вот что. Узнай все про этого писателя Мамаева. Как можно больше. И самое главное. Не пересекался ли он с нашей жертвой? Понадобилось несколько дней, чтобы собрать информацию по Арсению Мамаеву, автору книги «Пояс Ориона». Оказалось, что Мамаев, это писательские псевдонимы, принадлежит он Сергею Павловичу Якушеву, бывшему научному руководителю покойного брата Марины. Якушев писал фантастику давно, печатался в альманахе местного литературного объединения, но дальше этого не шло. В центральных изданиях ему отказывали. Вот только некоторые из этих отказов. Арсений Мамаев оказался гораздо удачливее Сергея Якушева. Повесть «Пояс Ориона» имела большой читательский успех и, кстати, принесла неплохой заработок автору. В те годы гонорар писателя составлял от 350 до 500 рублей за авторский лист. Это примерно 22-23 страницы на печатной машинке. Якушев получил за свою рукопись около 2000 рублей. В издательстве поговаривали о переиздании книги, за которую гонорар автора удвоился бы. Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, а вы читали эту книгу? Нет. Вот, пожалуйста, прочтите здесь. Следователь хотела посмотреть, как отреагирует мать на отрывки, которые выделила ее покойная дочь. Ну, этого не может быть. В пять лет Мариночка действительно заболела ветрянкой. И Дима, чтобы поддержать ее, он тоже поставил себе точки зеленкой на лице. И тайный код у них тоже был. Они взглядами разговаривали. В детстве они вообще могли часами сидеть друг напротив друга и молчать. Я как-то даже, ну, и не сразу поняла. А потом увидела. Они моргали и таким образом общались. Угу. Они вообще были очень большими выдумщиками и фантазерами. Особенно Дима. Только как Мамаев может все это знать? Это было их тайной. Мамаев – это псевдоним Якушева. Дима мог рассказать все своему научному руководителю. Они ведь были дружны. Вряд ли. Марина бы тогда знала. Они все друг другу рассказывали. Правда, перед дипломом Дима уехал из города. Наталья Викторовна рассказала, что за три месяца до сдачи диплома ее сын поселился в полузаброшенном сельском домике родственников, которые уехали на север. Сказал, там ему никто не будет мешать работать над дипломом. В город не приезжал. Жил отшельником. Да и Марина была всего один раз у него. Странно. Вот, такой тайник Дима сделал в крыльце дома. Марина об этом мне рассказывала. Я не понимаю, что происходит. Откуда этот человек все о нас знает? Наталья Викторовна, скажите мне, пожалуйста, в каком селе жил Дмитрий? Васильевка. Если мать погибшей Марины заметила, что в книге описаны детали из жизни их семьи, то наверняка и Марина это поняла. Неужели научный руководитель был настолько близок со своим студентом, что Дмитрий рассказал ему такие подробности? Но почему тогда при встрече со следователем Якушев об этом не упомянул? Чтобы разобраться во всем, следователь решила еще раз побеседовать с доцентом Якушевым. Сергей Павлович, когда мы с вами впервые встретились, я не знала, что имею честь общаться с любимым писателем. Подпишите, пожалуйста. Скажите, откуда вы знаете столько о жизни Марины Позняковой? Я вас не понимаю. Ну как же? Это вы написали? В издательстве подтвердили. Или они не все знают? Я не понимаю ваши намеки, Анастасия Сергеевна. Я не могу понять, откуда вам известны детали жизни Марины Позняковой, если вы не общались. Фантастика. Настоящий писательский талант. На обочине Анапского шоссе обнаружено тело 25-летней Марины Позняковой. Для ее матери это гибель второго ребенка. Два года назад она потеряла сына, студента. Сотрудница Марины стала свидетелем странного телефонного разговора, в котором девушка обвиняла своего абонента в воровстве. Под подозрение следствия попадает бывший научный руководитель Дмитрия Познякова, который под псевдонимом Арсений Мамаев издал книгу «Пояс Ориона». В этой книге мать Марины нашла много подробностей из жизни своей семьи. Откуда об этом мог знать писатель? Я не могу понять, откуда вам известны детали жизни Марины Позняковой, если вы не общались. Фантастика. Настоящий писательский талант. Зря иронизируете. Это называется воображение. Я просто придумал. И если кто-то в моей книге увидел часть своей жизни, ну что ж, значит, не такой уж плохой я писатель. Вы навещали Дмитрия Васильевки? Простите? Так навещали вы Дмитрия Васильевки или нет? Нет, не навещал. То есть вы не были в Васильевке? Я же сказал, что не был. У вас в книге описан один дом. И находится он в селе Васильевка. Да мало ли таких домов, посел. Таких домов, может, и немало. Но чтоб там был тайник под крыльцом. Откуда вы узнали про тайник? Уже не помню. Может, Дмитрий рассказал? Не получается, Сергей Павлович. Дмитрия привезли из села уже смертельно больным. Без сознания. На следующие сутки он умер в больнице. Не приходя в сознание. Если вы не были в Васильевке, вы не можете знать ни про дом, ни про тайник. Конечно, если вы не общались с Мариной Позняковой. Товарищ Чернышова, мне не нравятся Ваши намеки. Я не хочу больше продолжать этот разговор. Сергей Павлович, я расследую убийство. И я обязана докопаться до истины. Не там копаете. Если позволите, мне надо работать. Помните, когда эксперт осмотрел белые «Жигули», то обнаружил разные отпечатки. Их проверили. Они принадлежали убитой Марине Позняковой и Василию Соколову. Но был еще один отпечаток, который не удалось идентифицировать. После беседы с Якушевым следователь Чернышова решила проверить свои подозрения и интуицию. Уж больно нервничал писатель при встрече. И не ошиблась. Отпечаток указательного пальца, оставленный Якушевым на ручке, которой он подписывал книгу, и тот, что обнаружили в машине, совпали. Когда Якушева привезли на допрос, он был в ярости, все отрицал, требовал адвоката. Кричал, что он популярный писатель, и у него есть высокопоставленные друзья. Клялся, что если Чернышева не оставят его в покое, то он сделает все, чтобы убрать ее из прокуратуры. Сергей Павлович, может, хватит меня пугать? Я готова выслушать вашу версию. Я не убиваю. Вот моя версия. А как же тогда объяснить, что мы нашли отпечаток вашего пальца в машине? Мало ли как. Я ловлю частников для того, чтобы до работы доехали. Тогда как вы объясните то, что ваш отпечаток оказался на регуляторе водительского сидения? Как вы объясните, как он там оказался? Вам надо бы и объяснять. Гражданин Якушев, вот мое объяснение. Когда собирали информацию на Якушева, выяснилось, что его сводный брат – моряк. Месяц назад он купил белые «Жигули» через магазин «Альбатрос». Потому машина и не значилась в общем списке продаж. Но он не смог получить номера. Пришлось срочно отбыть во Владивосток, а оттуда уйти в длительный рейс. Забрать машину и поставить ее в гараж брат поручил Якушеву. Все это значилось в телеграмме, отправленной прямо с судна. Автомобиль вашего брата сейчас в полном порядке и находится в гараже, да? Нет, его угнали. Где? Когда? Вы в милицию заявляли? Машина числится в розыске? Я все проверю. Я все расскажу. Когда Якушев стал научным руководителем Дмитрия, они сдружились. Оказалось, что Дима, как и доцент, увлечен фантастикой. Чтобы спокойно работать над дипломом и дописать свою фантастическую повесть, Дмитрий отправился в село. Приглашал Якушева приехать. Дима предложил прочитать научному руководителю свою повесть, которую он назвал «Пояс Ориона». Это восхитительно! Правда? Все решено, значит, отправляю в издательство. А давай лучше я, а то из этой глухомании еще не дойдет. Что это? Это мой талисман. Пообещайте, что адрес на конверте ей напишите. Хорошо. Обещаете? Обещаю. И тогда вы решили не отправлять повесть Дмитрия, да? Я замотался. И не успел отправить. А потом Дима умер. Вы себе не представляете, как мне удалось это решение. У меня тоже есть совесть. Но знаете, как тяжело всю жизнь получать отказы. Значит, вы украли книгу Дмитрия, А Марина прочла книгу? Она меня шантажировала. А как она узнала, что Мамаев – это вы? Она не знала. Дмитрий перед смертью сказал, что отдал рукопись мне. Сергей Павлович, здравствуйте. Я пришла узнать... Да вы что, издеваетесь? Это же Димина книга. Это же Дима написал. Тут же... Каждая страница обо мне. Каждая строчка о нас. Это Дима написал. Давай отсюда. Если вы не пойдете, не признаетесь сами. Я пойду в издательство и скажу, что это написал мой брат. А вы ее просто украли. Иди! Тебе никто не поверит! У меня доказательства всегда с собой. А вам не приходило в голову, что Познякова просто блефует? Приходило. Но я не мог рисковать. Меня выдвинули на премию. Должны были принять в союз писателей. Я сделал все. Даже деньги предлагал. Но эта чокнутая хотела меня опозорить. Как вы заставили Марину сесть к вам в машину? Она мне позвонила. И я сказал, что принял решение. Просил не позорить меня. А имя Арсения Мамаева сказал, что сделаю псевдонимом ее умершего брата Дмитрия. Сказал, что у всех оформлен. Но нужно обсудить детали. План Якушева сработал. Марина согласилась навстречу. Он забрал ее у дома и повез к Черкесскому ущелью. Поздно вечером там малолюдно. Девушка запаниковала. Потребовала остановить машину. Когда она выскочила и побежала обратно, Якушев сбил ее. Обыскав девушку, Якушев так и не нашел никаких доказательств. Хотя Марина не раз говорила, что доказательства всегда при ней. Забрав ее документы и спрятав труп, он вернулся к машине. Отогнал «Жигули» подальше и бросил. Якушев надеялся, что тот, кто найдет машину, присвоит ее себе. Брату он решил вообще ничего не говорить. Просто сделать вид, что понятия не имеет, куда делась машина. Может быть, ее угнали прямо из гаража. Но Якушев об этом ничего не знает. Поверьте, я не хотел убивать. Ее упрямство меня разозлило. Ей ничего не стоило отступить. Ее брату мое признание не помогло бы, а меня погубило. Нет, гражданин Якушев, вы хотели убить Марину. Вы даже перчатками медицинскими запаслись. Вот доказательства вашего плагиата. Что это? Родинки? Это пояс Ориона на запястье. А вы даже этого не поняли. Якушев считал, что родинки в форме созвездия – это всего лишь авторская выдумка его ученика. После того, как вскрылась вся правда, повесть переиздали под именем ее настоящего автора Дмитрия Познякова. За убийство Марины Позняковой Якушева приговорили к 15 годам лишения свободы. Особым разрешением начальника колонии, где он отбывал срок, Якушеву предоставили бумагу, печатную машинку и рабочее место в тюремной библиотеке. Но за все время в тюрьме он не так ничего стоящего и не написал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!